Холодный ноябрь уже вовсю правит во Владивостоке. Время позаботиться о том, чтобы ноги были в тепле. Героиня нового эпизода «Попробуй на себе» телеведущая Алина Кузина спешит в главный обувной центр приморской столицы – «Манера». Вот правда, на этот раз ведущая программы «Про всё» не купит себе новые сапоги. Ей предстоит стать сотрудником центра и самой продавать обувь. Привет, Алина! Меня зовут Василина. Сегодня ты попробуешь себя в роли продавца-консультанта. И в этом я тебе помогу. Отлично. Я так понимаю, это мой бейджик. Ну, для меня это новый опыт. Такого в моей жизни никогда не было. Но кто знает, мало ли вдруг когда-нибудь пригодится. Так что, давай начинать. Попробуем? Первым делом сотрудник должен обеспечить покупателю сервис. Василина провела инструктаж. Опыта продавца у Алины нет, поэтому телеведущая внимательно к указаниям наставницы. Последний штрих для перевоплощения в роль – гостеприимная улыбка и фирменный бейдж. Я же теперь Алина. Алина продавец-консультант. Между прочим, вот Алина. Все как положено. Ну что ж, теперь наша героиня на шаг ближе к своей миссии – помочь найти обувь вашей мечты. Знакомство с сервисом Карла по золи не завершено. Алина узнала несколько правил – встречать гостей, не забывая поздороваться и находиться все время в зале. Ну смотри, у нас есть реальные покупатели, насколько я понимаю. Давай мы на них порепетируем. Ну с ними уже работают, но мы можем посмотреть и помочь в этом. Алина сходу захотела попробовать себя в деле, однако важно помнить – спешить не стоит. Сначала теория. Вот у меня сразу вопрос. Я продавец-консультант, подходит человек. Что я должна делать? Я должна сразу бежать к нему, стремиться помочь, как можно скорее сунуть различную обувь? Или же я должна быть в стороне? Ты должна в стороне смотреть, наблюдать. И если ты видишь, что человек нуждается в твоей помощи, ты к нему подходишь. Василина на примере показала, как представить и подобрать обувь покупателю, а также провела Алину на склад, где рассказала, как ориентироваться в ассортименте. Изначально в представлении телеведущей склад – место с кучей коробок, однако и здесь свои правила и порядок. Вот наши коробочки. Смотрим, размерный ряд нам нужен. Ну, допустим, нас попросили 38-й. 38-й, да. 38-й, вот. Берем коробку, вытаскиваем все внутренности. То есть покупателю обувь я предоставляю уже без всех этих? Да, без всех, без наполнителей. Это наш сервис. Далее знакомство с работой кассы. Василина объяснила, что прежде чем отдать обувь в руки, следует правильно упаковать товар. Также прилагается памятка по уходу и оформляется гарантия на 30 дней. То есть если у меня отвелся каблук в течение 30 дней, то я могу спокойно сдать обувь? Да, ты можешь обратиться к нам в магазин. И вы ее обменяете? Нет, мы сделаем экспертизу. И потом только примем решение. Если экспертиза покажет, что это производственный брак, то мы сделаем возврат. Хорошо, ну да, такой приятный бонус. Далее знакомство со сканером, штрих-кодом и компьютером. Важно запомнить механизм работы, чтобы не допустить ошибок. У меня у дочки есть такая касса, да, игрушечная. Я сейчас буду играться по-настоящему. Пожалуйста, по штрих-коду пробивай. Стрих-кодом? Так. О, классно получилось. Теперь последние инструкции по работе с клиентом. Из-за кассы вручать товар нельзя. Нужно обязательно выйти. А вот хочется теперь найти настоящего покупателя. Вот я думаю, сейчас к нам кто-нибудь зайдет. Тем временем первый потенциальный покупатель найден. Алина уже ориентируется в брендах в ассортименте бутика, при этом старается следовать наказам Василины. Наша героиня с легкостью вжилась в роль продавца-консультанта. И вот покупатель уже примеряет обувь, подобранную Алиной. Что ж, первая попытка оказалась не совсем удачной. Наталья решила повременить с покупкой. Я хотя бы уже помогла человеку примерить обувь. Мы ее еще не купили, но уже примерили. Что у Алина не так уж и просто продавать обувь. А наша телеведущая, между тем, купается в лучах славы. Мне кажется, я как-то попадала на ваши программы, да? Да, наверное. Сейчас, да, возможно. Вы просто выглядите как модель, как ведущая, поэтому я сейчас даже не поняла. Ну, моя основная профессия, собственно, другая. А, да? Юрист? Нет, телевидение. Интересно узнать, как восприняла первую попытку продажи сама Алина. Понимаете, подходит человек, и он думает, что ты разбираешься в этом мире обуви очень хорошо. А ты вообще ничего не понимаешь. Стажером действительно сложно, я прям в этом уверена. Теперь разбор полетов от Василины. Опытный продавец-консультант указала телеведущей на ее ошибки, а также начала знакомство с ассортиментом, который, к слову, богат и разнообразен. Здесь собраны эксклюзивные и современные бренды обуви для выражения индивидуального стиля, образа жизни или настроения. Здесь себя порадуют как мужчины, так и женщины. Представлены и зима, и демисезон, а также действуют скидки до 50% на коллекции прошлого года. Поэтому Алине предстоит запомнить очень много информации и не запутаться во всем этом многообразии. Вот эта цена зачеркнутая, да, ну вот, например, здесь 12 тысяч, а стоили эти красивые ботиночки сейчас 6 тысяч. Вот эта вот цена, которая изначально зачеркнутая, она реальная? Да, действительно. Или же она завышена, ну, дабы скидка оказалась такой существенной? Нет, она не завышена, это первоначальная цена, модель с прошлого сезона, поэтому скидка на нее 50%. Приятным удивлением стало наличие классических туфель на шпильке, которые можно приобрести на приближающиеся новогодние праздники, корпоративы, свидания или же на свадьбу. В Таиланд, например, в туфлях красных, по пляжу, как любят русские женщины, красная помада, красный купальник и красные туфли. Последнее указание и объяснение Алина получила, закрепила результат практикой на определение наличия товара по компьютеру. Ну что, у меня уже становится все более или менее понятно. Покупатели, где вы? Клиент уже в зале и, похоже, что готов совершить покупку. Добрый день. Здравствуйте. Я смотрю, вы себе выбрали, да, уже интересующую модель. Да, отлично. Можно, пожалуйста, наверное, уже второй. Второй. Отлично. Так быстро, так тоже бывает. Давайте второй. Алина не растерялась и быстро среагировала на просьбу. Все-таки главная цель – продать товар. И это вот-вот произойдет. Красивые. Мне нравятся. Телеведущая не забыла и про общение с покупателем и всячески пыталась продать модель обуви. Это зима и еще плюс ко всему на них 50% скидочка. Это замечательно. Приятный бонус для вас. И вот он успех. Клиент готов совершить покупку. Алина быстрее, пока девушка не передумала. Представляете, я иду на кассу. Правда, сейчас мне нужно еще там разобраться и все правильно сделать. По чутким контролям Василины телеведущая правильно упаковала обувь, не забыла и про памятку по уходу. Дождались клиента и теперь Алине нужно сделать самое сложное. Сначала пикнуть. Пошли в подок. Да, мы просто, понимаете, примеряем на себя профессию. Я по своей профессии телеведущая, но сегодня я продаю вам обувь. Поэтому вы, пожалуйста, не судите строго. Как-то так. Ну давай, пикай. Отлично. Так, с вас 10 тысяч 140 рублей. Деньги в кассе, сдача у клиента. Алина распечатывает чек. Держите ваш чек. Прикрепляем к памятке. Я хотела сказать, держите ваш чек и до свидания. Ну нет. Эх, Алина, чек нужно прикрепить к памятке и только тогда вручать покупателю. В завершение укладываем товар, фирменный пакет и отдаем клиенту обувь. Ну что ж, с задачей справилась, миссия выполнена. Деньги в кассе, обувь продана. Это действительно сложно. Нет, я, конечно, понимаю, что когда продается консультант уже год в своей профессии, два, то он уже ко всему привыкает. Но поначалу разобраться в этом алгоритме, это действительно очень сложно. А еще при всем при этом ты ведь должен показаться настоящим профессионалом для своего покупателя. В общем, знаете, говорить в камеру намного легче, например, для меня. Я останусь при своей профессии. Ну а в следующий раз, может быть, попробую себя в другом амплуа. Дмитрий Беломеснов, Алина Кузина, Евгений Черемухин, Игорь Болтов. Новости на восьмом.